Продолжение следует... Не буду долго разговаривать, потом, если можно, будет вопросы задавать. Что является первое основное, у нас подключается при сформе, при переналадке оснастки? Это, конечно же, система охлаждения, термостатирования. Здесь, например, можно посмотреть стандартные процессы, которые происходят при замене. То есть, новость не откроет для кого, обычная рабочая ситуация. Здесь показано, как в нормальных условиях в производстве происходит замена подключения быстрой воды. Воды. Воды, ослаждение. То есть, стоит термостатомат, квалифицированный наладчик, знающий досконально свое оборудование, полностью, очень быстро занимается подключением при сформе с использованием быстроразъемных соединений. Все он делает очень качественно, быстро, но, тем не менее, это занимает определенное время. То есть, требуется, повторюсь, требуется от него квалификация определенных знаний, хорошие оснастки, с которыми он работает, ну и знания техпроцесса, соответственно. Здесь процесс понятен, где-то занимает для квалифицированного человека примерно 3 минуты для небольшой пресс-формы. Или вот решение, которое предлагает компания Штойбли, решение подключения при помощи мультисоединений. То есть, здесь занимает щитные секунды все подключение. Ну, в следующей картинке тоже иллюстрируют процессы всевозможные, которые происходят. Вот слева это все реальные процессы жизни, то есть, слив воды происходит из пресс-формы предварительно для того, чтобы... Для того, чтобы обеспечить, чтобы форма была сухая, чтобы слить, значит, или вот процесс выглядит следующим образом, да, то же самое. Наладчик с риском для жизни залазит внутрь машины и производит подключение. Это стандартный процесс, в большинстве случаев он происходит не только в России, в большинстве стран мира, это, в принципе, одинаково происходит. Достаточно подъемкий процесс, опять повторюсь, что требуется квалификация персонала. Вот, вероятность ошибок, возможно, человек вот смотрит, разбирается с подключениями, с входными, с выходами. Здесь тоже важно не перепутать. Как мы знаем, качество изделия от этого зависит напрямую. Вот, или, опять же, да, повторюсь, можно применять систему быстрой замены мультиплита с клапанами, где не требуется уже ни слив воды из пресс-формы. И абсолютно отсутствие любых вопросов, связанных с неправильным подключением. Ну, опять, дальше можно здесь продолжать очень долго. Примеров масса. У всех, у каждого по-своему, но примерно будет все выглядеть одно и то же. Значит, или, да, или, как это может быть, реализована система с мультисоединением очень быстро и легко. Следующий вариант, следующий вопрос, который возникает при подключении, это гидроцилиндры, гидравлика. Зачастую в пресс-формах у нас присутствуют гидравлические цилиндры, которые также я пройдем подключить. Значит, вот мы предлагаем использовать специальное быстроразъемное соединение, которое обеспечивает сухое подключение, сухое размыкание, и тем самым мы быстро подключаем оснастку без потери гидравлики. Также можно оснастку подключать под воздействием остаточного давления. Ну, и уже конкретно под вашу задачу этот вопрос мы разбираем и решаем. Следующий вариант, следующее решение, это подключение за счет мультисистемы. Мультисистема, которая позволяет, в данном случае, например, на видео показано, подключение трех контуров одновременно. То есть, то же самое подключение, но подключаются три цилиндра или три отправляющих элемента в пресс-форме, опять же, в четкое и понятное время. То есть, здесь происходит, что мы уходим от человеческого фактора и переходим к четким, понепонятиям времени и нормирования замены на каждом этапе и при каждом подключении. Каскадный впрыск, то же самое. Зачастую бывает, это больше касается, конечно, габаритных пресс-форм, но там, где гидравлика, где горячий канал управляется за счет гидравлики. Там много элементов, много требуется подключить одновременно точек впрыска и которые требуют независимого управления, регулировки. То же самое решаем за счет применения мультиразъемов. Интересный вопрос, зачастую он тоже бывает стоит. Сразу немножко отвлекусь, скажу, что у нас, в принципе, все переналадки делятся по процессам на этапы. Первый этап, самый длительный по времени, это, конечно, подключение, связанное с водой. Оно зачастую доходит до 40% общего времени замены. И здесь, как бы, действительно, возникает реальная проблема в подключении воды. Следующий этап, это закрепление пресс-форм, он где-то порядка, там, от 10 до 15% замене составляет. У нас существует три различных решения для окрепления пресс-форм. Мы сейчас покажем из них, пройдемся и посмотрим детально. Видео все, сами видите, из жизни ничего не придумано, никаких 3D-моделей здесь не существует. Все реальные, реальные видео, рабочих процессов. Это система гидравлического зажима. У нас существует два типа гидравлических зажимов, непосредственно установленных на плите термопласт-автомата. Гидравлик убывает двухстороннего действия при помощи трехпозиционного клапана и управления. И одностороннего действия, где постоянно замкнуты за счет пружины. Обратите внимание, здесь интересный элемент. Система центрирования пресс-формы непосредственно на пресс-форме. То есть это позволяет нам убрать вопросы, связанные с центрированием пресс-формы за счет фланцевого кольца. Что тоже иногда бывает интересно, особенно для крупногабаритных пресс-форм, где достаточно уже много времени занимает и появляются определенные сложности с центрированием. Здесь вот этот элемент позволяет по двум осям четко центрировать, позиционировать пресс-форму на машине. Безусловно, это требует унификации всей оснастки по размерам крепежных плит. Но, тем не менее, позволяет очень эффективно пресс-форму устанавливать на машину. Следующий очень интересный тип закрепления – это система магнитных плит. Для закрепления магнитное. Сразу предвижу некоторые вопросы. Значит, магнит постоянный, управляемый в постоянном рабочем времени, но он не требует постоянного подачи питания, поскольку магнит, он, опять-таки, повторюсь, постоянный. Требуется только сигнал управления для контроля безопасности, так как магнит требует постоянного контроля безопасности для работы в динамическом режиме, каким является работа термопласта автомата. Значит, у нас изготавливаются магнитные плиты для любых размеров термопласта автомата, вне зависимости от него, вне зависимости от габаритов пресс-форм. И каждая плита выполняется, изготавливается под конкретную задачу клиента. То есть мы дополнительно какие-то опциональные вещи вносим, если требуется по заданию заказчика. Ну, это, в общем, является таким проектом, достаточно специфическим. Хотя у нас существует база на большинство типов термопласта автоматов, наиболее распространенных в мире, в которые, конечно же, хайтиан как лидер рынка входит, безусловно. Ну, отдельно можно здесь много рассказывать о особенностях и преимуществах системы. Ну, самое основное, это ее универсальность, в отличие от других систем. Она не требует большой переделки пресс-форм и переделок вообще не требует никакой переделки пресс-форм. За исключением может быть там изменение длины сопла термопласта автомата и, может быть, изменение длины хвостовиков в пресс-форме. Для того, чтобы компенсировать толщину магнитной плиты. Но, что чаще всего пугает, например, от применения и останавливает гераллических систем клиента, это то, что требуется унификация всех плит пресс-форм. Для магнитной плиты это не требуется. Следующая интересная система, это у нас система механическая. Механическое явление пресс-форм. Наша компания давно этим занимается. Выпускает уже порядка 30 лет. Позволяет быстро фиксировать пресс-форм на машине за счет бинетного механизма зажима. Тоже система простая и эффективная. Требует наличия специальных ланцев на пресс-формах. Но позволяет, тем не менее, удобно работать и без... Вот видите, как быстро происходит фиксация каждой половины. Не требует дополнительных интерфейсов за связи с машиной. Что необходимо, например, в гидравлической системе или в магнитной системе. То есть, понятно, что специальная машина оснащается на постоянной основе вот этими плитами. проставочными такими. И оператор за счет поворота бинетного механизма просто освобождает фланец пресс-форм. Ну, здесь можно, конечно, долго смотреть, как другие работают. Всегда интересно. Но, я думаю, все процессы вам понятны. Производственные. Интересный момент. Интересный момент. Тоже возникает иногда потребность. Ну, и возникает проблема. Даже на нейтротеропласт в автоматах. С счетом особенностей. Это зажим хвостовика. Связь хвостовика пресс-формы и гидравиталкивателя машины. Вот сейчас вы видите элемент, который с кулачками такой саморазжимной, зажимной для связи терропласт-автомата с хвостовиком пресс-формы. Вот. Сейчас продемонстрирую более наглядно. Здесь есть у нас хорошее описание, как это происходит. То есть, в условиях того, что в терропласт-автомате есть ограниченный размер, куда можно уснуть за рукой, как обычно, да, у нас необходимо залистить. То есть, в это место дотянуться либо рукой, либо там инструментом каким-то. Этого не требуется. Человек уже не должен, оператор не должен заходить и как-то манипулировать там в этом месте. В это место просто устанавливается вот этот элемент. Так называемый MC400. Этот элемент устанавливается в машину. Он практически в любую машину подходит. Любого размера. И дистанционно уже управляется, там, с выносной кнопки можно управлять, зажать-разжать. Поскольку там в системе присутствуют датчики положения, предположения открыто-закрыто и датчик наличия хвостовика. То есть, когда хвостовик подошел, мы можем по датчику увидеть, что у нас присутствует в наличии. И можно производить процессы закрепления. Интересный момент. Не всегда бывает не у всех, но тем не менее. Зачастую бывает у нас выглядит вот таким образом. То есть, ну, в общем, это подключение сейчас у нас идет горячего канала. Вот здесь вот просто хочу продемонстрировать. Значит, здесь стандартная ситуация, то, что может выглядеть, да, там здесь вот скрутки висят. Ну, при сформе для подключения горячего канала. Ну, обычный процесс. Где-то замяли, где-то срубили, погрузчиком задели и так далее. А вот в таком виде все это может находиться. Может находиться в таком виде для определенного размера пресс-формы и специально горячих каналов. Это может так выглядеть. Большое количество разъемов. Или, например, мы предлагаем такие вот системы решения. Поскольку у нас в арсенале есть очень серьезные разъемы по силовой и сигнальной части. То есть мы можем компактно разместить то же самое количество пинов вот в этих двух элементах. То есть совершенно будет выглядеть таким образом. То есть подключение будет сводиться, как было вот на видео выше, будет сводиться только лишь к повороту вот этой вот рукоятки. То есть мы вот в итоге заменяем вот этот вот весь блок на вот эти разъемы. Ну вот как мы предлагаем такой переходный, на переходный период, скажем так. Потому что зачастую небыстро и сложно, скажем так, перевести весь парк пресс-форм на новое решение. Поэтому делается такая перемычка в таком виде исполнения. И в общем-то вот то, что было на видео показано, это здесь мобильная съемная плита, которая позволяет быстро переходить на старый стандарт. Пример немножко, такие демонстрации из применения практического. Ну, преимущества те же самые все, да. У нас это быстрая и понятная установка. Отсутствие ошибок. Ну и самое главное у нас здесь оптимизация процесса литья и нормирование времени. Предварительный нагрев. Здесь немножко хочется остановиться. Рассказать два слова о том, что такое, да. Зачастую, зачастую можно... Зачастую можно возникать ситуации... Возникает ситуация иногда, да, на производстве, когда мы видим, установлена пресс-форма на машину и происходит нагрев. Особенно касается это литья конструкционных пластиков, АБС, полиамиды, поликарбонат. Тебе требуется нагрев пресс-формы и работа оснастки при температурах, например, там выше 60-100 градусов бывает иногда, да. И здесь зачастую значительное время затрачивается клиентам на нагрев на терропласт-автомате после монтажа. Здесь вариант такой мы предлагаем... Вообще уж как бы это... Есть такое понятие, как вывести эту операцию во внешнюю и заниматься нагревом вне машины. То есть, пока машина работает, до переналадки пресс-форма в определенном участке, то есть есть участок, который оборудован системой для подключения нагрева горячего канала и системой для подключения охлаждения или термостатирования. Отдельно на этом месте пресс-форма нагревается, тем самым можем доходить до снижения времени замены, там в некоторых вариантах это может доходить до нескольких часов. То есть, пресс-форма уже нагретая до рабочей температуры, она уже устанавливается на терропласт-автомат непосредственно. Это производится за счет того, что есть унификация между подключениями в машине и подключениями на месте нагрева. Если как-то унификации не будет, то здесь процесс теряется, поскольку также требуется обвязка этой пресс-формы. Здесь при наличии унифицированных разъемов мы не теряем времени на обвязку пресс-формы на месте нагрева. Следующий этап, следующее решение, которое предлагается, это подключение смены инструментов у роботов. То есть, по нашему захват или гриперы, как это кому нравится больше, значит, здесь. У нас специально разработаны и давно выпускаются для нескольких трасслей промышленности, включая литье пластмасс, автомобильной промышленности. Есть специальные системы быстрой смены инструментов у роботов. Они позволяют автоматическому режиме, вот видите, робот один отпустил захват автоматически, и сейчас захват новый перейдет на другую позицию. И тот же самый робот возьмет этот захват и будет уже работать с этим захватом. То есть, как бы это было в обычном режиме, наверное, многие представляют. То есть, перенатка захвата иногда занимает также достаточно серьезное количество времени. В захват может подводиться там все жидкости, все среды, электричество, включая там воду и так далее. Большие токи, ну, все, что необходимо, то есть, по заданию от вас, да, по тому, чем вы занимаетесь и какие у вас задачи можно производить по подключению. Соответственно, будет зависеть от этого, будет теперь размер зависеть, количество контуров на каждом захвате, ну и, в общем, от условий применения. Ну вот, тоже реальный пример из жизни, вот оператор, да, линяет захват около тянота автомата, это занимало где-то порядка там, его занимало там порядка полчаса. Вот линял один захват на другой, регулировал настройки, там, да, присоски расставлял и так далее, то есть, занимался, кстати, ну, под наладками. Вот, или вот, например, небольшой такой видеоролик, как это, опять же, может производиться, то есть, система установки захватов спозиционированная, и робот уже меняет захват. Вот, еще один интересный вопрос, недавно мы начали его освещать, поскольку раньше, как бы, ни у кого из производителей, из литейщиков пластмасса не было таких задач, но они потихонечку вот возникают, и, что удивительно, мы для себя здесь открыли некоторые возможности, потенциалы, потому что, ну, как правило, в лите пластмасса никто никогда не меряет параметры системы охлаждения, то есть, не меряет ни, ни реальной потери давления в системе, да, в пресс-форме, в контур, в каналах, никто не берет ни реальные расходы, то есть, это очень такие непонятные для кого цифры, то есть, а реально, получается, когда провели реальные испытания, там, по просьбе одного клиента, у нас получилось, что потеря давления, его бывает, доходит до большей атмосферы, то есть, его на входе, на выходе, разница составляет, там, больше атмосферы может составлять, Сами понимаете, что давление тоже является достаточно определяющим фактором для обеспечения цикла, в первую очередь, цикла литья и эффективной системы охлаждения. Поэтому здесь, когда стали с клиентами разбираться, смотреть, где падения, где потери, в итоге пришли, что достаточно большие сопротивления возникают, например, в его разъемах. То есть будем говорить, что разъемы, которые использовал клиент, они, допустим, не были предназначения важности сопротивления самому разъему. То есть, допустим, у клиента разъем занимается, составляет там падение одну атмосферу или больше, в нашем случае это максимум будет составлять 0,3 атмосферы. Это важный момент. Каждый наш элемент проходит гидравлические испытания и оснащается такими наглядными диаграммами сопротивления гидравлического. Если мы посмотрим на табличку, то есть сравнение систем одного производителя и других, то здесь по сопротивлению видим, что даже при диаметре, меньше номинальном диаметре, то есть разъемы производства компании Штойбер, они будут более эффективны с точки зрения потерь. То есть потери у них будут минимальны. И при меньшем даже диаметре они будут давать меньшее сопротивление гидравлические. Сейчас очень такая наглядная заставка. Здесь будет демонстрация процессов внутренних, происходящих в системе. Вот что происходит. Система с клапанами сверху и снизу, только в верхнем случае это разъем компании Штойбер, а внизу это разъем неизвестного производителя. Скажем так, видим, что здесь происходит, что компания Штойбер делает оптимизацию по гидравлическим сопротивлениям в любом своем разъеме, на что не обращают внимание другие производители. То есть здесь поставщику неважно эти характеристики, никто особо значения не придает. Вот в нашем случае мы как раз добиваемся. В итоге, если брать пример, что я говорил с этим клиентом, это была упаковка, упаковочная промышленность. В итоге тот клиент получил выигрыш при замене разъемов, он получил выигрыш одну секунду. Сами понимаете, что на упаковке многомерское массовое производство, это большой выигрыш. То есть здесь все влияет на сопротивление. Это качество обработки, шероховатость и другие скругления, заострения. В общем, здесь каждый элемент очень важен для получения хорошего гидравлического сопротивления. Так как компания Штойгл является производителем не только для пластика, а для других отраслей, где это очень важно, и там считают каждую десятую потерю атмосферы, то поэтому здесь стандартом компании является производство разъемов с минимальными сопротивлениями. Вот еще один важный элемент, который был у нас уже обозначен в одном из видео предыдущих, это варианты по центрированию перисформы. То есть центрирование перисформы не в общем принятом случае, как за счет фланцевого кольца, а центрирование за счет специальных элементов. То есть здесь по двум осям установлены специальные опорные площадки, по вертикальной оси и по горизонтали позиционируют специальный, допустим, конусной элемент. Они совершенно бывают разного значения, разного размера, в зависимости от типа и задачи на вашей машине, но это позволяет решить там многие вопросы, связанные с заменой и с установкой перисформы. Без участия, без при отсутствии фланцевого кольца. Обслуживание перисформы. Отдельная такая небольшая заставка по обслуживанию. К нам обратился один из клиентов, связанных с ремонтом перисформы. То есть то, что вы делаете стелокрепление, все хорошо, а вот еще по ремонту перисформы. У нас есть, в итоге были поставлены, разработаны для клиентов ряд специальных решений по ремонту. Ну, такие поворотные столики, например, ручного действия для того, чтобы можно быстро на месте обслуживать перисформы. Это очень важно, крайне в условиях, особенно когда в настоящее время у нас полдмейкеры, производители перисформы, достаточно, они находятся далеко, бывает, от клиента зачастую. Рядом нет поблизости своего инструментального производства. Но необходимо провести диагностику, необходимо провести обслуживание фронт-раздущего, горячего канала даже. И это все может вызывать определенные трудности. Поэтому, ну вот здесь пример небольшой перисформ. Сейчас мы посмотрим на примере крупной габаритной перисформы, где это вообще может вызывать настоящие сложности, поскольку здесь уже перисформ доходит до 45-50 тонн, может доходить. Здесь может быть даже проблема грузоподъемных устройств возникать. Поэтому у нас разработаны такие вещи и поставляются клиентам под заказ. Здесь вот система полностью автоматическая, с дистанционным управлением для ремонта перисформы. То есть на ней смонтированы уже все элементы для подключения периферии, оснащенные по тому же стандарту, как и на машине. То есть клиент может заодно при подключении проверить и опрессовать по воде, посмотреть после сборки пресс-формы, как работает по гидравлике. То есть все, посмотреть все параметры. То есть даже проверить и проверить систему толкания, подвижность системы толкания может определить. То есть полный комплекс здесь вот как бы был клиентом запрошен. Ну и еще интересный момент. Две плиты позволяют могут смыкаться, обеспечивать определенное давление. То есть это будет как такой небольшой пресс, чтобы проверить там качество подгонки, например, деталей, еще что-то. И две плиты могут разворачиваться в осях. Это такой, скажем так, опциональный случай, который в истории компании приходилось изготавливать. Таких несколько было изготовлено. Но тем не менее клиент остался доволен этим решением, потому что реальность из-за того, что я говорил, проблемы с молдмейкером существуют. И он решил очень много. Снял с них головные боли. Ну, здесь хочется отметить отдельно то, что, конечно, все решения хороши, вот то, что мы рассказывали выше, да. Но есть еще вопросы организационные, когда много чего надо решить для того, чтобы обеспечить наладку внутри компании. То есть элементарные вещи какие-то, например, формы расположить достаточно близко к машине, чтобы не было больших пробегов кран-балки по цеху. Ну и какие-то нюансы, которые очень много присутствуют в цеху. Человек перемещается, много лишних движений оказывает. А вот здесь, как бы, такой закуску, пример полной автоматизации. Это очень такой старый ролик, который сейчас можем показывать. Это уже больше 20 лет этому решению, да. Это полный комплекс автоматизации, который был сделан для компании Toyota в Великобритании. Здесь показано, значит, устройство полное, автоматическое подключение. Вот сейчас вы видели, есть двухпозиционный подвижный столб, который перемещается по рельсам. Он, значит, позволяет нам одновременно без учета работы кран-балки, одновременно перемещать форму, устанавливать и, скажем так, выдвигать старую, выгружать и загружать новую. Сейчас прошел процесс загрузки. В автоматическом режиме все это делается. Есть специальный Euromap-интерфейс, разработанный Euromap 70, который позволяет реализовывать именно эти задачи. Приводные ролики в термопластномате, которые автоматически выкатывают пресс-форму на столик. Здесь примерно форма где-то, наверное, тонн по 30, то есть и вот весь процесс замены здесь составляет порядка там нескольких минут. Сейчас он меняет позицию свою, переходит на линию загрузки и будет новая форма, которая у нас подготовлена по температуре, она будет сейчас устанавливаться в пресс-форму. Данное видео, конечно, у нас не всегда получается получить разрешение от клиентов на такую съемку, да, поэтому не очень качественное, это такое достаточно древнее видео. Ну, здесь форма закатилась в пресс-форму и в машину и будет закреплена за счет гидравлических захватов, зажимов. Я думаю, как бы дальше процесс понятен, если отдельно можно будет поговорить. То есть мы как бы говорим о том, что все решения, как называется, смет, современные, которые где были обоснованы теоретически все изложены, если кто-то изучал эти процессы, то можно сказать, что здесь достигаются все решения, мы можем подтвердить, что за одну минуту можно заменить, в принципе, любую пресс-форму, если там не учитывать, скажем, какие-то вещи, связанные с переходом материала и так далее, да, есть готовое производство к этому, то, в принципе, можно обеспечить замену в течение одной минуты пресс-формы на любом термопластомате, в зависимости от количества контуров, веса пресс-формы и так далее. То есть здесь от потребностей, как бы, рождаются задачи и рождаются решения. Ну, могу от себя сказать, что у нас как бы это не только вот какие-то примеры жизни такой западной, да, там, недоступной российскому потребителю, но, в принципе, у нас это уже в России реализовано таких несколько решений, несколько столов, вот, и, в принципе, это все успешно работает. Вот замена пресс-формы, там, в реальности доставляет порядка 90 секунд. Вес пресс-формы 45 долларов. Это вот видео, где в хорошем качестве мы смогли здесь, как бы, здесь позволить себе снять. Это на кашу, кто был, может быть, видели, это на наш демонстрационный макет, который демонстрирует, в принципе, все этапы, то, что вот были сказаны выше, все этапы демонстрируют по возможности подключения. То есть здесь первый этап. Форма была установлена на станции предварительно нагрева. Она произошла. Нагрев пресс-формы. Здесь были подключены электрические разъемы, жидкостные. И здесь тележка на рельсах. Она перемещается вдоль машин. Их может быть там в любое количество терампластоматов установлено. И эта тележка производит раздачу. Пресс-формы уже, то есть выгружается, без формы, на склад. Ноговорим, какой автоматический склад является. Или место, где форма нагревается и хранится. Это уже там особенности какие-то. И здесь она пошла на позицию загрузки пресс-формы. То есть здесь она была. Форма оснащена полностью. Вся периферия выведена в мультиплиты автоматизированные. То есть здесь вся периферия, в принципе, что? Абсолютно все. То, что есть на пресс-форме. Это может быть вода, гидравлика, электричество. Там сжатый воздух, ну, как бы, почему. Все, что требуется подвести к пресс-форме, оно выведено в эти стандартизованные мультиплиты. То есть на термопласте, соответственно, в свою очередь, существуют такие же ответные части. И вот сейчас они открываются. То есть происходит размыхание системы. При этом, как бы, ничего, само собой, естественно, там не сливается, не сбрасывается. Все остается в системе. На это время не теряется. И происходит замена. Новая форма готовая, она уже устанавливается. То есть, как видите, здесь было показано три формы, чтобы было понятно, что это, как бы, работает в условиях автоматического склада. То есть можно здесь пресс-формы, как угодно их, в любом порядке менять. И здесь происходит система, здесь используется магнитная система укрепления. И в автоматическом режиме магнитная система примагничивает пресс-форму при том, что в это же время происходит смыкание. Мультиплит. Вот. И вот форма уже готова к работе. То есть вся к работе. Ну, соответственно, там подключается робот. И тоже робот-сорочек там поменял захват. И в момент переналадки, как бы, уже работает с новой деталью. То есть здесь полный комплекс, все вопросы, которые были озвучены, сведены в общее решение. Но я скажу так, повторюсь, отмечу, что эти решения, конечно, автоматически, может быть, и очень интересны. Но они, как бы, интересны не всем. И надо считать их эффективность и применение. Для чего они нужны, есть ли такие задачи. Вот, в общем итоге, вот, набор тех элементов, которые я показал выше, по отдельности, каждый, он может решить очень серьезно, очень много проблем в условиях литейного производства и повысить эффективность производства. Ну, пройдусь еще раз, значит, да, что мне. О чем мы говорили? То есть загрузочные столы и транспортные тележки, это когда полностью автоматический режим. Система быстрой замены захвата роботов. Соединение контуров, жидкости. Электричество. Ну и косматический процессор, это у нас понятно. Вот здесь у нас представлена такая матрица, достаточно такая восторженная. То есть посмотреть полностью по МС, это к быстрой замене фрисформ, QuickMailChange. То есть решение по быстрой замене, которое мы предлагаем. То есть здесь все возможные этапы, которые вы можете придумать для при замене ручной. У нас есть на них решение. То есть это подключение энергоносителей, жидкость, вода, воздух, там, электричество. Загрузка и автоматизация. Автоматизация связана со съемом отливки. Ну, опять, значит, здесь отдельный этап при наладке. Можно разбить на группы. Проанализировать можно ваш процесс весь. И полностью дать вам раскладку по тому, что происходит у вас непосредственно в настоящее время. Вот это, конечно, считает эффективность. Здесь два слова скажу о компании. Может быть, кто-то не знает. Компания основана в 1922 году. Изначально это была Швейцария. В настоящий момент это уже международный концерт. Группа компаний расположена на всех континентах. Основные, да, кроме Антарктиды. Значит, сейчас 5000 человек сотрудникам по всему миру. Вот. И сервис обслуживания и производства. 500 человек разработчиков. Три основных у нас дивизиона существуют в компании. Это быстроразъемные системы. Соединение, то, что я вам сейчас представлял. Плюс у нас есть дивизион робототехника. И текстильное оборудование. Это исторический, скажем так, дивизион. Который возник изначально. Ну, сфера у нас применения. Это очень широкая область применения. Как мы пластиком не ограничиваемся. Пластик, хотя это тоже важно у нас очень сектор. Потому что у нас много лишений для пластика есть. Электрические у нас очень системы серьезные для того, чтобы обеспечить подключение электронергией. У нас силовые разъемы. Специально отдельное подразделение занимается поставкой. Вот такие комбинированные разъемы можно тоже использовать иногда. Наборные элементы предлагается использовать как в сочетании с питанием сигналы, так и воздух, сжатым, например, иногда это можно применять. Ну, давайте, как вы делитесь, я уже время задерживаю. Значит, здесь пробежимся коротко. Скажу только, что всегда мы доступны для общения, всегда можно с нами связаться, запросить любую информацию. И мы всегда готовы предоставить вам и дать больше информации. В общем, все, чем мы владеем, все мы можем предоставить. Компания обеспечивает техподдержку и сопровождение. То есть мы подбираем под ваши задачи. Не просто даем там каталоги и пытаемся, чтобы вы там сами выбирали все это дело. Мы пытаемся вам помочь и поучаствовать в этом процессе для того, чтобы было более эффективное решение для вас. Спасибо за внимание. Вот наш интересный, здесь пишите вот этот сайт, очень интересный. Специально разработали для пластикового производства. Здесь можно посмотреть, скачать литературу и посмотреть все то, что было представлено, в принципе, на сайте. Прошу, вопросы задавайте. Если у нас вопросов нет, у вас есть. Сейчас вот это. Вопрос связан с QMC-400. Привод осуществляется каким образом? И примерно сориентирует ли ты на среднетонажную машину, например, 300 тонн? Сколько будет стоить такая девайс? Значит, привод там может быть либо гидравлический, либо сжатым воздухом. Ну, сжатый воздух, там надо поставить, так сказать, мультипликатор давления, там ставится большой блочок, потому что 25 атмосфер мы можем. Ну, либо гидравлика. По поводу цены, это будет порядка, там, что-то в районе, там, тысяча-то рублей. Но достаточно серьезное устройство, вот оно действительно так, это стоит, может быть, впечатляюще, но механизм достаточно интересный. Вы можете сказать пример в России, где в полном объеме, на каком-то заводе используют эти методы? Что у вас? Ну, я думаю, что можно о том, о чем мы говорим после завершения, просто. Ну, не очень готов озвучивать все эти вещи? Потому что это связано с проектированием, должны свободные места быть около машины. А что мы искусство проектировали? Ну, проектирование цеха, производство, они требуют свободного места около литьевой машины для того, чтобы осуществить... А, да, я вас понял. Ну, у нас, как бы, разные варианты есть, да, у меня есть, например, пример один, да, мы делали размещение, где у нас внизу находилась, допустим, загрузка пресс-форум находилась, а на втором этаже находился склад отливок, потому что внизу не было места. Например, такой выход есть из положения, мы там делаем такие вещи, да. То есть, клиент, получалось двухэтажное производство, скажем так. То есть, берет робот деталь, поднимает наверх, и наверху уже происходит сборка, потому что внизу, в подвале, в подвале стоит машина. Спасибо.